Сейчас из магазина выхожу, смотрю, дедушка бородатый стоит. Он меня там спросил по поводу магазина. Ну я, знаешь, спрошу у него по поводу бороды, почему. Он как-то так замешкался, непонятно. Ну потом я ему чуть-чуть поговорил. Я говорю, я уверовал через Игнать Тихонович. Он говорит, я его знаю. Я говорю, ну хорошо. Он говорит, в 90-е годы был у вас. Зовут Вениамин. Он, как и вы, к зарубежной церкви относился. Они говорят, когда я сама гонение было, они были в катакомбах и так далее. Я говорю, не хотите с ним поговорить? Вот сейчас буквально чуть-чуть подождите. Ну там минут 10 молиться закончится. Он такой прям, не-не-не-не, и что-то заспешил, убежал. Как он священнослужитель. Я спрашиваю, где служил? Он мне говорит, я, говорит, везде служу. То есть сегодня я спрашиваю, где вы служите, почему не идете на проповедь? Ну и так далее, вот такие вопросы. Он говорит, я везде служу, по всей России. Я говорю, ну конкретно-то где? И потом он рассказал, что он, я так понимаю, нигде, видимо. Не помню еще такого. Нет, нет. Он такой, невысокого росточка. А как его звать, величать, фамилия? Сказал Вениамин. Он, говорит, окроплял у вас там. Когда вы только начинали создавать общину, окроплял. Что там окроплял, я не знаю. А что окроплять-то? Я не знаю, у нас свой священник. Ну он знает, говорит, да, у него, говорит, и брат священник. Ну, видимо, был у вас. Ну, такое у него звание-то? Ох, вот это у меня выскочило прямо из головы. Вениамин, как же он сказал. А как он одет был? Ну, как, ну, как, 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 скромно. Весьма. А в каком городе? В Воронеж. Не знаю. У нас был Вениамин епископ черноморский. Ну, он в росточке небольшом. Не, он не сказал, что он епископ. Не епископ? Я так запомнил. Не, не сказал, что епископ. Ну, может быть, таится. Ну, может, таится, не знаю. Лепископ Вениамин был. Он все пытался меня в священники рукоположить, если только он. А я говорю, это не мое. А, не знаю. И он мне прям сходу, ну, я ему там немножко рассказал. Он сходу говорит, может, тебе священники? Я говорю, нет. Я говорю, в Богу веру, вы знаете, что я сказал, что туда не надо. Без меня хватает. Да, не знаю. Ну, пусть будет там благословение. Ну, отхожу. Спасибо. Хорошо, благодарю. Так, никого нет больше? Игнатий Тихонович, утром меня не будет, я в дороге буду. Я читать не смогу утром. Матерья. Ну, хорошо. Считать не будешь, но дашь звонки-то, чтобы на молитву собрались? Да, конечно, конечно. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, если ничего нет, я отойду. Хорошо. 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 Хорошо.